Ехали мы в следующий отель. Он такой новеньким смотрится. Мне нравятся такие маленькие городские отели. Заходим заселяться. О, здесь красиво. О, здесь так вкусно пахнет. Ну, а мы идем заселяться. Пока мы тут ждем номер. Нас отправили покушать. Мы идем смотреть завтрак. Ну, пойдем завтрак посмотрим. О, маску надо одевать. О, ну мне нравится ресторан. Красиво. Все, как я люблю. Такой стандартный завтрак. Сырые. Мне кажется, везде, во всех отелях, какой бы ни был, везде одинаково, в принципе, все. О, здесь даже есть гречечка. В общем, детское меню мне нравится. А еще круто, что здесь персонально готовят омлет, яичницу. Ну, и взять можно, и персонально. Стоит в бутылочках, айранчик. Ну, и здесь такие рестораны. Они разделены на частей пять. Такие, разного стиля. Мы решили на улице сесть. Воду, напитки здесь приносят. Красивое лобби, красивые бары. Мне очень нравится. Такой современный стиль. Джуз-бар есть. По три евро соки в основном. Очень уютно. Ну, естественно, есть магазинчики, шоп-зона. Но этот отель напротив торгового центра находится. Тоже отдыха здесь предостаточно. Внутри здания огромное количество баров, что для зимы очень хорошо. Здесь такой, знаете, похоже на спорт-бар что-то. Территория отеля городская. Мы сейчас пойдем посмотрим бассейн. Территория с горками находится с другой стороны от ресепшена, у дороги. Аквапарк. Здесь такие бодрые горочки. Все есть. Центрифуга, качели. Детский аквапарк. Здесь есть бассейн в спа внутри. Есть на улице. И он горячий. Мы наконец-то нашли в Турции бассейн с подогревом на улице. Огонь. В общем, это явно зимний отель. Крутой выбор для зимы. И с теплой водой есть вот такой крутой игровой парк. Детский клуб открыт. Время работы стандартное, как у всех отелей. О, здесь такой ресепшен. На улице все находится. Детский клуб на улице они здесь занимаются. Ну и площадочка стандартная. Салатные развлечения для детей. Рисование песком, раскрашивание фигурок. Еще один бассейн без подогрева, естественно. Но красиво полежать. Водопадик есть. Смотрите, какой крутой мы стенд нашли. Что, сколько разлагается. В общем, дольше всего разлагается пластик. Еще один бассейн. Но тоже без подогрева. Какие тут вообще малышки. Идем во взрослую зону. Книжечки есть для чтения. Релакс. Пойдемте посмотрим пляж. Таран. Прямо у детской площадки. Мне нравится, что здесь вода в общем доступе. Очень круто. Очень современный классный бар. Ну и здесь можно перекусить. Перекусить. Перекусили. Идем пляж смотреть. Я вообще всегда все снимаю в первый день. Сама все это первый раз вижу. Чтобы эмоции как-то, я не знаю, сохранялись. Мне нравится. Классно. Площадка есть на пляже детская. Пляж маленький, уютный. Мне однозначно нравится, потому что здесь тенты натянуты. Они зонтики. Это очень удобно летом, когда солнца много. Вон там качельки висят для фоточек. Везде от песка стеллажи лежат, тропиночки. И вот это очень круто, что везде вода в общем доступе. Не надо ходить на бар. Пляж песочный. Заход в море вообще без гальки. Такой миленький-миленький песочек. И есть пандус. Я думаю, что номер нам уже сейчас дадут. Пойдем спрощить. Номер у нас 12.15. Заходим. Вот такой номерок у нас. Маленькая ванна. Такая ванна маленькая. И как-то, мне кажется, очень низкие потолки. Душевая ванная нет. Достаточно чисто. В общем-то, стандартный номер. Тапочки есть, но нет халата. Ну что, смотрим комнатку. Все очень приятно. Чистенько. Посмотрим, какой нам дали вид из окна. Вид на другой отель. Надеюсь, он закрыт и не будет анимации. Даже море видно у нас. Ну, в общем-то, вот такой номерок. Приятный, уютный, стандартный номер. Мы дали довольно поздно, но это не их была вина. Они не видели наш ваучер. Ну, в общем-то, какие-то были нелады с туроператором. И вот, что мне понравилось, что они сразу сказали, идите кушайте на завтрак, на обед. То есть мы до двух часов пользовались территорией и так далее. Хотя не было понятно, ну, как бы пройдет там. Они не видели наш ваучер. Потому что в прошлом отеле, Лемар назывался, то есть нас посадили, сказали, нет, нельзя ничем пользоваться, сидите, ждите, мы, может быть, вас вообще не заселим и так далее. То есть была аналогичная ситуация. И нам не дали пользоваться территорией, ничего. И мы вынуждены были сидеть все время в лобби, да, и ждать. То есть мы полдня, у нас прошло. А здесь мы отдыхали, кайфовали. То есть вот подход мне очень понравился, что у нас были проблемы с нашим заселением, но мы пользовались территорией, кушали. То есть никак на нас не отразилось. И что самое главное, они сами занимались всеми этими проблемами. То есть нас вообще в них не посвящали. А в том отеле мы сами звонили. То есть он сказал, ну, решайте сами. Вот так. То есть здесь мне это очень понравилось. И вообще я для себя отметила, вот мы здесь один день уже, что очень-очень хороший сервис. Обслуживание везде, просто везде. И в пулбаре, ну, я имею в виду у бассейна, когда лежишь, обслуживают. И когда приходишь завтрак, обед, ужин. Вообще отлично. То есть в плане сервиса у меня очень... Номеры обнаружили в кофейнике. Здесь же амфитеатр находится. Ммм, такая классная, какая-то такая итальянско-французская. Кофейня. Работает с 11 до 18. Ммм, очень красиво здесь. Посмотрим, какие пироженки здесь есть. Я, наверное, возьму чизкейк. Красивый торт с клубничкой. Здесь даже колд кофе есть. Временем настал обед. Тут масочки нужно носить обязательно. Здесь лосось, печеный. Гриль чудесный. Ммм, как классно. Вообще огонь. Ну здесь вообще огонь. На улице сели. Я себе выбрала стейк из лосочи. Решили с Аней сходить в спа перед ужином. Здесь зона игр. Посмотрим, что тут здесь есть. Круто. Туда же тоны надо брать. Ну а тут такие цены. 20, 50, 100, 200 лир. Еще один здесь мини-клуб есть внутри. Идем в спа. Там, похоже, спортзал, я так подозреваю. Огромный спортзал, огромный. Идем, бежим в сауну. Мышцы разогреем. И две такие купели, но явно с горячей водой. Маленькая кофейня. Хамам здесь огромный, большой. Классно, в отличие от прошлого отеля были там маленькие. И отдельная зона есть, вот где массажи делают. Очень удобно. Аня уже ушла в заплыв. Да, Ань? У меня есть свой термометр живой. Если Аня зашла в воду, значит она горячая. Потому что она даже в теплой не купается. Соответственно, здесь вода горячая. Аня потеряла свой телефон в детском клубе. Идем искать. Заодно посмотрим, какая вода здесь. В общем-то, здесь холодная вода. И здесь тоже холодная. Ужина. И есть красная рыбка, о чем мы мечтали в Египте. Детское меню на вечер сегодня. Атмосфера вечера. Против отеля, премиум мол, там Валентина, Эскада и так далее. Рядышком Мигрос. Ну, в общем, здесь прям центр Центрович. Мне Лара нравится тем, что здесь на каждом шагу есть торговые центры, рынки. Торговые центры и фруктовые рынки. И одежда. В общем, здесь круто вот в плане этого. И прямо это напротив вот отеля. Улица шопинга. Прогуляться мы решили. До мини-диско. И представлений вечерних. Рыночки.